Всем добрый день! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Только что приехала с пункта выдачи Валберис, забрала кое-какие свои заказы. Сейчас все расскажу и покажу. Это кислородный очиститель Брэйнфри. В прошлом году я уже заказывала две упаковки, одну из которых подарила маме, а вторую уже израсходовала. И прям ждала, чтобы он скорее пришел. Потому что дома накопилось много вещей, с которыми нужно поработать. Отбелить, очистить, вывести пятна и так далее. Здесь сразу две упаковки по килограмму. Одну я оставляю на кухне, а вторую отправляю в прачечную. На кухне Брэйнфри применяю просто для чистки всего на свете. Посмотрите, какая у меня раковина. Она из искусственного камня. И примерно каждые дни 5 я ее чищу. Потому что она вот так выглядит ужасно. Дальше кастрюля. Я в ней тушила долму. Она, видно, от листьев окрасилась и не очищается ничем. Ситечка от заварного чайника периодически нужно очищать. Потому что от чая также темнеет сильно. Еще у меня тут потемневшие мельхиоровые ложки. И разделочная доска, на которой желтые и темные пятна. С помощью кислородного отбеливателя сейчас все эти предметы я одним махом очищу. Без каких-то лишних усилий. Засыпаю гранулами Брэйнфри все поверхности. Заливаю кипятком. Тут начинается сразу супер бурление. Так работает кислородный очиститель. Потому что в его составе 100% перкарбонат натрия. И надо помнить о том, что максимально эффективно он работает при температуре от 90 градусов. Залила кипятком и оставляю все это минут на 40. У кислородного очистителя огромный спектр применения. В том числе с помощью него можно отбелить подошву кроссовок. Чем я сейчас и займусь. Посмотрите вот на этот кошмар. У нас уже потеплело на улице и дочь ходит в школу в этих кроссовках. У этих кроссовок очень неудачная подошва. Она выполнена из какого-то материала, в который очень сильно впитывается, въедается грязь. И отмыть ее очень сложно. Чтобы долго не мучиться, отдирать эту грязь с подошвы, я применяю Брэйнфри. Активирую кислородный очиститель. Заливаю его также кипятком. Жду пока прекратится шипение. Это означает, что кислород активировался. Но в кипяток я не могу поставить кроссовки. У меня просто отклеится подошва. Поэтому я разбавляю немного холодной водой и потом уже отправляю туда кроссовки. Оставляю их также минут на 40. Пока я там занималась кроссовками и успела сделать еще несколько дел по дому. Прошло минут 40. И смотрите, какое все чистое. То есть я не применяла никаких усилий. Просто засыпала порошком Брэйнфри и залила кипятком. И оставила это все в покое. Посмотрите, какая чистая раковина. Услада для моих глаз. И это так просто. Я кислородный отбеливатель применяю везде. На кухне, в прачечной, в ванной, для подошвы обуви, для чистки ювелирных изделий и даже для чистки мебели. Возвращаюсь в ванную кроссовка. Они постояли у меня в растворе Брэйнфри, но примерно минут 40-50. Я уже вижу, что они очень сильно почистили. Но я имею ввиду подошву кроссовок. Немножко прохожусь по подошве щеткой. Буквально по полминутки на каждый кроссовок. И посмотрите, какой результат. Ссылку на кислородный очиститель Брэйнфри оставлю под видео в описании. Мне кажется, что у каждой хозяйки на вооружении он дома должен быть. Ну а это съемка из дня пятницы прошлой недели. Я решила наготовить еды на пару дней. Ну то есть на все выходные, чтобы у меня освободилось, ну по крайней мере от этой заботы, время. И мне нужно позаниматься другими делами. С удовольствием поделюсь с вами своими рецептами. Возможно, что-то интересное для себя присмотрите. Первое, что хочу приготовить, это наш любимый супчик. Овощной суп-пюре со сливочным сыром. Нарезаю в кастрюльку овощи. Это картофель, лук, морковь. Заливаю водой и отправляю вариться. Также отварю гречку. У меня всегда есть в холодильнике отваренная какая-то крупа. Ну вот в этот раз решила отварить гречку. Гречку можно и с маслом сливочным, с молочком поесть, либо использовать в качестве гарнира к какому-то мясному или рыбному блюду. Когда овощи для супа покипели минут 15, я добавляю туда кабачок. У меня есть заморозки. Мне очень нравится этот вкус и аромат супа-пюре именно с добавлением кабачка. Суп продолжает вариться, а гречка уже готова. Выключаю под ней огонь и даю ей остыть. Также стараюсь почищать свою морозильную камеру с заготовками летними, с заготовками со своего огорода. У меня там еще есть несколько порций перца болгарского, вот такого почищенного, специально предназначенного для начинки. Ну вот я решила тоже сделать такое блюдо. Начинку для фарширования перца я всегда делаю такую. Нарезаю мелким кубиком репчатый лук. Натираю на мелкую терку морковь, пассирую их на растительном масле. Сейчас на минутку оторвусь от фаршированного перца и закончу с супом. Овощи уже все хорошо отварились. Погружным блендером я их измельчаю, тщательно измельчаю в гладкое однородное пюре. Ставлю обратно на огонь и добавляю туда пару столовых ложек сливочного сыра. Сыр можно взять классический, то есть без добавок. Либо вот нам нравится с ветчиной или с шампиньонами. После того, как мы добавили сыр, нужно минутку, может быть полтора минутки помешать, поперемешивать суп, ну чтобы хорошо сыр разошелся. Как только суп еще раз закипит, уже после того, как вы добавили и развели там сыр, суп готов, его можно выключать. Возвращаемся к перцу. В начинку у меня идут фарш, в этот раз у меня свинокуриный, немного отварного риса и вот это вот пассерованное морковь и лук. Приправляю начинку солью. У меня соль со специями, такая ароматная. И обязательно черный молотый перец. Хорошенько перемешиваю всю эту массу. И вот такая получается у меня начинка для фарширования перца. Я знаю, что далеко не все добавляют в начинку пассерованный лук и морковь. Если вы так не пробовали, попробуйте. Получается начинка намного сочнее, вкуснее. А еще я перец никогда не варю. Я его всегда запекаю. Как видите, он у меня сейчас находится в форме для запекания. Я туда наливаю немножко водички, добавляю соль, накрываю фольгой и отправляю в духовку. Духовка разогрета на 200 градусов примерно на час. Отварного риса получилось чуть больше, чем мне понадобилось для начинки перцев. Ну и ничего страшного, вместе с гречкой у меня будет для гарнира. Переложила крупы в контейнеры и оставляю пока на столешнице их остывать. К чаю и на перекусы решила испечь творожные кексы. По этому рецепту творожные кексы получаются наивкуснейшие. Обязательно попробуйте испечь их по моему рецепту. Для кексов я приготовила уже все ингредиенты. Это творог, маргарин, ванильный сахар и разрыхлитель, сахар, мука, яйца и изюм. Если вы не употребляете в пищу маргарин, используйте сливочное масло. Я в выпечку добавляю сливочный маргарин и не считаю, что это как-то там очень неполезно. Выпечка с ним получается великолепная. Маргарин подтопила в микроволновке. Добавляю к нему сахар и ванильный сахар. И хорошенько взбивать тут ничего особо не надо. Просто соединяю два ингредиента миксером. Ну, чтобы сахар немножко разошелся в маргарине. Добавляю творог. Честно говоря, по рецепту, поэтому нужно чуть больше творога. 250 грамм. У меня было чуть меньше, даже не взвешивала. Примерно около 200 грамм. В этом нет ничего страшного. Вмешиваю творог в массу. Затем разбиваю туда яйца. Вмешиваю до однородной консистенции. И теперь нужно добавлять сухие ингредиенты. Разрыхлитель добавляю к муке. Добавляю также туда немного соли, щепотку буквально. И ввожу муку в жидкие ингредиенты. На небольших оборотах миксера замешиваю уже окончательно тесто на творожные кексы. Мы очень любим выпечку с изюмом. И у меня всегда есть в запасе изюм. Чтобы он в кексах не осел во время выпекания на дно, изюм нужно тщательно промокнуть, высушить бумажным полотенцем, так как он предварительно у меня был залит кипятком, обвалять в муке и потом уже добавить в общую массу в тесто. Тщательно его там распределить и тесто готово. Для выпечки кексов и маффинов у меня есть силиконовая форма. И она, к сожалению, всего на 12 штучек. В силиконовую форму вставляю формочки для кексов. Я всегда их использую, хотя, в принципе, ими можно и не пользоваться. Но это очень удобно. Силиконовая форма остается максимально чистой после выпечки. Тесто у меня больше, чем на 12 кексов. Поэтому я еще использую вот такие вот формочки с плотным жестким краем, в которых можно выпекать кексы самостоятельно. Ставлю в духовку, разогретую до 180 градусов на 25-30 минут. Кексы получаются фантастические и на вкус, и на запах. Они нежные, воздушные, пористые. И вообще, практически любая творожная выпечка, если правильно замесить тесто, получается очень вкусный и ароматный. Так как у меня сегодня в меню суп-пюре, я практически всегда к нему делаю сухарики. Они делаются очень просто, быстро, а в качестве перекуса, либо добавка к супу-пюре, в нашей семье очень приветствуется. Я сегодня делаю сухарики из обычного серого квадратного хлеба. Нарезаю его на кубики. Складываю в какой-то мешочек пакет. В нем удобно мне обвалять их в специях. Добавляю на сухарики масло оливковое и специи. В моем случае это гранулированный чеснок, соль и у меня есть ароматная такая сборная смесовая специя. Добавляю ее, зажимаю пакет и хорошенько там все перемешиваю, чтобы каждый кусочек хлебушка обвалялся в специях. Выкладываю на противень в один слой и ставлю в духовку при температуре 200 градусов на 15 минут. Ну и я закончила свое приготовление. Что у меня получилось? Перчик фаршированный, запеченный в духовке. Нам хватит как минимум на два приема пищи. Они очень крупные перчики и здесь целых 9 штук. Овощной суп-пюре со сливочным сыром. Также нам хватит на два раза, то есть на два обеда. Я уже давным-вдавно выключила суп, а он до сих пор еще там булькает. Ну потому что кастрюля керамическая, толстостенная, она очень долго удерживает тепло. Кексы творожные с изюмом получилось очень много. 18 штук. Нам хватит их на два дня и на перекусы, и на завтраки. Отварные две каши, гречка и немного риса. Для гарнира, либо также гречку можно покушать с маслом, с сахаром и молоком. Сухарики получаются нежные, снаружи хрустящие, внутри мягкие. Будем кушать так на перекус, ну и с супом, конечно. Давайте я вам покажу в разломе кекс. Смотрите, какой он пористый. Че-то даже изюм не попался в разломе. Но его здесь, поверьте, достаточно. Такую выпечку еще очень удобно детям брать в школу на перекус. Моя дочь с удовольствием берет кексы с собой в школу. Мы сейчас будем обедать с супчиком пюре. И я хочу вам показать, как подаю его к столу. Покажу вам на примере одной своей тарелки. Остальные члены семьи сами себе положат все дополнительные компоненты, в том количестве, в котором они хотят. Добавляю сухарики, семечки. У меня есть смесь всяких семян. И также какую-то зеленушку. У меня замороженный укроп из моих заготовок. Я просто обожаю такой суп и именно в таком составе. Получается питательно, очень вкусно и полезно. А теперь хочу с удовольствием поделиться своими красивенными новиночками для кухни. Это и полезные вещи, и очень красивые, которые радуют мой глаз. Ну, во-первых, это держатель для бумажных полотенец. Подставка пришла в разобранном виде. Ну, вот здесь не буду до конца откручивать. То есть, вот здесь место скрепления. Выполнена она из натурального дуба. Верх подставки имеет вот такую скругленную форму. И она у меня как бы перекликается с вот этим набором достичек. Там тоже у них ручки, да, с такой же петлей наверху. Ну, и вообще это удобно. Пальчиком вот так захватил и переставил эту подставку с места на другое место. Следующая моя новиночка – это две мельницы. Они также выполнены из дерева, из натурального дуба. Посмотрите, какой рисунок дерева. Ну, потрясающей красоты. Высотой они 27 сантиметров. Она, как вы, наверное, уже поняли, не электрическая, а обычная, механическая. А жернова внутри, ну, которые и перемалывают специи, там, соль, перец, они выполнены из керамики. Еще одна новая красавица для моей кухни – это большая разделочная доска из массива дуба. Размер ее 35 на 30 сантиметров. И она с упором. Я уже очень давно мечтала, хотела, присматривала себе такую доску, которая будет стационарно находиться у меня на столешнице и будет украшением кухни. Как уверяет производитель в описании этого товара. А, кстати, все эти товары я покупала на Валберес. Так вот, там написано, что доска выполнена из суперпрочного материала, покрыта защитным маслом и должна прослужить очень долго, без никаких царапин и порезов, что на ней можно пользоваться самыми острыми ножами. Ну, давайте теперь все поставим на свои места. Рулон бумажных полотенец у меня на данный момент начатый. И я его одеваю на подставку. Новые мельницы я купила на смену вот этим. Они у меня были на батарейках. Одна из них сломалась. И дело не в том, что батарейки вышли из строя. Все мы там пробовали. Муж пытался что-то там починить. Ну, в общем, ничего не удалось. И я решила заменить их на новые, а также пополнить свою деревянную коллекцию гаджетов на кухне. Перец с горошком я уже переложила в одну из мельниц. А теперь пересыпаю крупную соль. Это делается очень просто. Откручиваю металлический фиксатор, снимаю крышку деревянную и засыпаю туда любую специю. Вот в моем случае крупную соль. Очень красивый, очень достойный, очень качественный. Нет ни одной из дозубринки, ни одной трещинки. Я считаю, что это моя отличная находка, покупка будет украшением моей кухни. Разместить эти мельницы я решила вот на такой доске. Эту доску как-то несколько лет назад я покупала в фикс-прайсе. Ну вот, как говорится, глаза загорелись, купила. И до сих пор не знала, как ее использовать, куда ее приткнуть. Ну вот, видно, пришло ее время. И еще на этой доске у меня прекрасно поместилась солонка. В последнее время я использую вот этот кувшинчик в качестве солонки. Ложечка тоже деревянная. Она хорошо сочетается с другими деревянными элементами в этой зоне. И мне нравится, как это все выглядит. И кувшинчик при деле, а то стоял у меня чисто для красоты. И вообще это удобно. Всю эту мою деревянную композицию хорошо разбавляет, дополняет. Искусственный цветок в горшке. Вот это вот зеленое пятно, мне кажется, что оно тут очень уместно. Я считаю, что вот такие небольшие искусственные растения – это отличный декор. Особенно на кухне, на кухонных столешницах, где есть большая вероятность это все чем-нибудь заляпать. С жирными пятнами, либо там какими-то соусами, маринадами. Ну и в общем, вы поняли, что я имею в виду. Быстренько помыл и поставил свеженький симпатичный кустик на место. Мой кустик на данный момент в пластиковом горшке. Обязательно, как только что-то подходящее мне попадется, я куплю керамический. С доской я ходила по всей кухне. Пока что оставила ее вот в этой зоне, в чайной зоне. Также рядом с хлебницей. Ну почему-то я себе так представляю, что очень удобно достать из хлебницы хлеб, батон. И здесь же его на месте и отрезать. По оттенку она перекликается и с корзинами, которые вот ниже столешницы у меня располагаются. С деревянной чашей в ней хранятся у нас лекарства и витамины, которые мы сейчас применяем. Ну в общем, хорошо она здесь смотрится. Но, как говорится, жизнь покажет. Посмотрю, поэкспериментирую. Возможно, она у меня перекочует на другую столешницу. Вот такие у меня красивые новинки на кухне. Я думаю, что вы их часто будете видеть в моих следующих видео. Ссылочки я оставлю в описании. Все заказывала на Валберис. Не забывайте заглядывать ко мне в телеграм-канал. Ссылочка под видео в описании. На сегодня я с вами буду прощаться. Всем пока и скоро увидимся!